Добрый день. Что-то вас не видно. Как не видно? Смотрите, должно быть видно. Не вижу, Игнат Тихонович, вас. Ну, должно быть видно. Все включено. Я вижу сам себя, что есть. А я тоже только себя вас не вижу. Смотрите, никак не видите. Не. О, сейчас вижу, сейчас хорошо. Ну, вот, раз я себя вижу, то вы меня должны тоже видеть. Добрый день. Как вы поживаете? Добрый вечер уже. Слава Иисусу Христу. Храни вас Господь. У меня такой вопрос к вам, Игнат Тихонович. Вы помните, у вас был такой в гостях Сергей Игнатов в Суглидаро? Сергей, конечно, помню. В Суглидаро. Помните. Вы сейчас с ним общаетесь или нет, Игнат Тихонович? Нет, он не пишет. Он не пишет. Он последнее время большие послания и все на таком языке говорил, на своем. Правильно. Он сейчас ушел к раскольникам. Начал воевать против брата русского. Ну, что ж. Он сам донецкий. Начал воевать против своих. Я его хорошо знаю. Он в Суглидаре жил. Я работал с ним на этой шахте. Ну, говорит, он пошел, уволился, что у него здоровье плохое. Дома сыну первой группы больной и прочее. Он ушел из этого. Да, да. Я что-то вот это, он пропал с поля зрения. Думаю, может, он к вам эвакуировался. Нет, нет, он ушел. И снять с него, он лежал в госпитале. И помаленьку мы знали, видели. И полностью его от военных дел Господь отставил. Понятно, понятно. Как у вас погода в Барнауле, подскажите? Ну, сейчас, я не знаю, сегодня градусов может... Володя, сколько градусов-то? 10? Было, нет? Ну, где-то так, может, и было. Ну, температура вполне переносимая. Я... Знаете, вас Никита подданный? А как он на Украину уехал? Домой вернулся. Он в Борисполь? Да, в Борисполь. Понятно, понятно. Вот это я хотел у вас спросить. Думаю, Игнатов, может, к вам выехал-то? Думаю, узнаю. Я просто работал с ним. Думаю, ну, как человек он неплохой, а то, что он к раскольникам ушел, то его выбор, конечно. Он приезжал неоднократно у нас был. Он работяга такой. Ну, случайно... Было одно время, я-то не послушался, он осознал это. Попросил прощения. Понятно, понятно. Как ваше здоровье? Как вы поживаете вообще? Потеряю, вы ездите? Я ваши ролики всегда смотрю. Ну, я не знаю, сколько вы смотрите. Много лет, уже года три точно смотрю, наверное. Ну, чтобы все посмотреть, мне уже 13 лет. Ну, я так. То, что снимаете новенькое, то и смотрю. 23 тысячи роликов своих только на одном канале. А у меня три канала. Понятно. Больше 6 тысяч ни у кого в интернете не встречал. Понятно. У нас большая... Я вот этого у меня скайпа... Скайпа не было просто. Я вчера сделал скайп. Ну, и как-то хотелось с вами пообщаться. Пообщаюсь с вами. Сегодня как времени не было. Приятно с вами пообщаться. Мне нравится, как вы ждете. А, неприятно. Вот, если я вас прошу, сейчас один вопрос задам. И будем уже неприятны. Ну, говорите. Я на любую отвечу. Почему вы бреетесь? Вы же мужчина. Почему я брею? Ну, да. Не знаю. Это мирское. Нет, нет, нет. Послушайте. Мы не сами себя сотворили, а Господь. Это физиологическое доказательство, что я мужчина. Не подкаблучник. Не сададмит проклятый. Зачем же две мамы в одном доме? Бритых. Когда послы Давида полбороды им сняли, в другую государство ездили, он их в Иерусалим не пустил, а в город проклятие Иерихон. Идите, сидите, пока бороды отрастут. А она борода не один день выращивает. Они сидели, наверное, каждый день мерили. И нельзя было подрабатывать. Будем тогда отпускать бороду. А мы идем к небесную отчизну. Вот в церковь зайдите, вы ни одного бритого не найдете. Нигде, чтобы они были канонизированы. Нету нигде. Это вот Украина, это от католиков, это зараза идет. Это оттуда все. Знаю. Ну, я с Украины тоже. Только я уже... У нас Россия уже. Я с Донецка. А зачем это нужно? Никакой нужды нет. У нас молодые люди. Вот в армию даже взяли сейчас. Ну, наши присягу не принимают. И на альтернативной основе. И все с бородами. Понятно. Я вас услышал. Ну, знаете, еще что хотел спросить. Вы ее выбросьте, бритвы ее. Не надо. Она не нужна. Это протест против Бога. Это не просто так бороду бреешь. Апостолы, пророки, Христос, все с бородами. Все. Других икон нету. Я прислушаюсь вашего мнения. Католическая картина есть такая. Мадонна. Ну, Богородица идет. А рядом Папа Сиксинская Мадонна. Католическая картина. И он с бородой. Вот передо мной висит. Я знаю. У вас прямо возле компьютера висит эта картина. Да. Это, кажется, дело маловажное. Но если маловажное, не было бы написано, не порти края бороды твоей. Не порти. Это Божья заповедь. Понятно. Иоанн Тихонович, вы голубей держите, каких дикарей или летающих? Сейчас покажу. Ну, пойдем, посмотрим. У нас уже ночь. Я ее вытащил. Недавно только голубята были. Я видел, как вы кормили. Ролик там у вас есть. О, тихо, тихо, подожди. Я тебе сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Белый, белый, да? Молодался. Ну, они вот эти белые. Такие еще у них есть. Вон он, видишь, какой у них хохолок, шиненщик. Ну, он молоденький, я смотрю. Молоденький, молоденький. Я побоялся, что замерзнут и в комнате продержал. Два раза в день выпускаю на прогулку. О, а в Потерянке у вас есть голубя? Есть. Вот так. Чтобы в комнате были у кого голуби, вы тут не найдете ни у кого в интернете. А у меня на крыше голубят, и я в городе нахожусь. И в деревне. Это у вас сильная любовь к птицам, что вы забрали их в дом. Лет 75 держу я их. Я что-то думал раньше, у нас держат, где я живу, тут николаевские голуби. Ну, те, что летают высоко. Крутятся вот так. Не, не вертунул. А, у меня вертуны, крутятся. Тут есть шалевые, шалевые. Ну, это такие по траве только ходят. Понятно. Еще хотел спросить за Романа малыша. Ну, нет его, его увезли. Понял. Я, насколько знаю, он был в Западной Украине, по-моему. А, нет, оттуда поврежденная. Напичкина этой гадостью. Приехал, он такой мастер, так хорошо было с ним. Только причастился через деревню на батюшку. Вы не настоящий священник. Земля эта вам не принадлежит. Президент у вас не настоящий. У них свернутые мозги. Он поволок такой, земля, земля плоская, плоскоземельная. Он как с ума сошел, и все. И никак. Его, значит, что в наручниках и отправили. Ну, я видел, начиналось все. Он же и работал у вас. И деревья пилял, и пруды строил. Начиналось неплохо у него. Хорошо было, мы рады были. И потом вот так вот случилось такое. Началось с чего? Что земля не круглая. Земля не шара плоская. У него началось вот где. Понятно. Я ему говорил, поедем. Поедем, я говорю, давай сейчас на Байкал. А там абсолютно ровная, когда замерзает. 4 километра 800 метров. Возьмем рамку 2 метра красную. И там видно 4 километра 800 метров. А ты еще 10 метров пройди, и его не видно. На табуретку я встану, я его увижу. Что это говорит? Это говорит, что она горбом идет. Байкал, это вообще у вас Господом дан запас мировой воды. Престанет. Да. Я говорю, что ровная. Ровная застывает. Там ветров нету. И она застрелает, как стекло. И там проверите. Говорит, поедем. И там на месте проверишь. Я вообще вас всегда ставлю женщинам. Пример, как вы ведете с женщинами беседу. Очень мне нравится и очень правильно вы ведете все. Вот с вас нужно пример брать. Мне вот такая политика к женщине, ну, нераспощенная. Ну, как настоящий верующий православный человек вы ведете жизнь. Храни вас Господь. Видите, как меня спрашивают. У меня 4 тома стихов. Каждый том 800 страниц. Таких стихов нету во всем мире. 800 страниц. И 4 тома. Каждое стихотворение 36 строчек и 9 куплетов. И первых из Библии. Ну, и говорят. Ну, на все, на все темы. Ну, а про женщин писали. Я говорю, писал. А как? Ну, и дальше начинаю говорить, когда на таких стихотворениях ни Пушкин никто. Я с женщинам всем благодарен и в досталь, которыми мимо меня не заметив прошли. Взгинули лишь косы. Змеей струили еще косы. Занозный в них не вошел. И нечего то ворошить. И дальше на последний куплет такое. Апсиран. Вокруг прекрасные чистые сестры. Я на шатком своем табурете, как в кресле. И умы блудом не источен. По-прежнему острый. А стихи вы писать начали в заключении или еще в раннем возрасте? Раньше было. Раньше было. Намного раньше. Я еще маленький был. Лет 6 было. Первое стихотворение у меня вышло. Я видел ваши записи все. Вы начинали еще на пленке все записывать. Все свои. 50 томов примерно насчитано. Это очень. Они оцифрованы. Оцифрованы. И сейчас находятся на наших ресурсах. Мне знакомый говорил. У вас даже президенты в библиотеке лежат книги. У Путина. Прямо показывали. У Путина. Андрей Ткачев ему подарили мои книги. У патриарха Кирилла. То есть у меня вышла из печати. У вас очень богатая библиотека. 38 томов вышло у меня за 8,5 лет. Каждая книга 752 страницы. И мы... Ну, они стоят полный комплект 750 евро. Мы позвонили в библиотеке. У них денег нет. И мы из Барнаула доехали до Владивостока. Потом дошли Португалию. Скандинавия, Прибалтика, Север, Турция. И 650 библиотек получили от нас подарок. Нам это обошлось. 35 миллионов рублей. Этого никто никогда не сделает. Иван Тихинович, что-то я в последнее время не вижу у вас в Василии. А его нет. Он в доме престарелых. Он живой? Ну, на сегодняшний день я не знаю. Но летом как-то приглашали его на Пасху, что ли. То в последнее время что-то не видно его на собрании у вас. Нет, нету. Нету. Он не покоряется. Он не покоряется. Свободно было. Ему запрещено приходить. Он зайдет и обратно... Батюшка, здесь надо запирать. Он не выходит. Хоть за руки вытаскивай. Он очень не покоряется. Он медленно ест, я смотрел. Очень сильно медленный человек. Ну, что делаешь? Ну, ничего. Старость уже тоже у него. Нет, это человек себе так придумал. У него родные есть братья, его никто не хочет. Он один. Вот дома ему... Да, Сережа ваш забирал зимой его. Он замерзал. Да, да. Замерзал. Я ему дам в Катаре. У него мышей много было. Нравится, хорошая у вас там. И природа, и красота, и все. Ну, будет когда-то возможность, может, и приеду на Алтай хоть посмотреть, как там. Без бородыни ездите. На природу. Без бородыни ездите, просьба. Понял, все принял. Понял, принял. Ну, так я же... Ладно, мне... Я зову не в сторону куда-то. Последовать Христу, и ваш образ будет другой совсем. У меня с сектантами познакомились, адвентисты седьмого дня. И руководитель стал балардаванию. Говорит, зачем? Хоть посмотрю на себя, каким я должен был быть. Ну, храни вас Господь, Игнат Тихонович. Приятно было. Надежде Васильевне низкий поклон. Володе тоже привет передавайте. Храни вас Господь. Я вам скину кое-что здесь. Материалы. Скиньте, я подсчитаю. А вы когда от меня получали последний раз? Вчера стих я получил. Я много посылаю, очень много. Ну, храни вас Господь. До свидания. А вам сколько лет? Тридцать шесть. Тридцать шесть. А какой у вас рост вверх? Метр восемьдесят пять. А вес сколько весите? Сто десять. Сколько сто один? Сто десять. Сто десять. Десять пятнадцать. Двадцать пять килограмм лишнего веса у вас. Вот это я к вам приеду, если пригласите меня на пруды, буду скидывать вес у вас. Нет, без разрешения не приезжать. У нас такой закон. Пока разрешение не будет дано. Ну, с Богом. С Богом. У вас что, Максим звать? Максим? Да. Ну, с Богом, давайте. Выброси бритву сегодня, чтобы не зря время на товар стратил. Давайте. Все. С Богом. Понял, принял. Есть.